Собрались как-то специалисты по рекламе, прихмахер, менеджер, айтишник и взяли в руки строительные инструменты. Будущие профессии у всех разные, а вот цель одна – помогать людям. Выделить две недели каникул на ремонт, говорят студенты, им не жалко. Отпуск и с пользой нужно провести. Я люблю больше проводить время с друзьями, с хорошими людьми и помочь людям, которые нуждаются в этом. Добро нужно делать людям. Вот так вот заделываем и излишки убираем, чтобы у нас осталось только так. Анна Филиппова для молодежной трудовой бригады и руководитель, и прораб. Девушка с 2015 года на добровольной основе помогает делать ремонт в социально значимых объектах области. В этот раз студенты взялись за преображение гостиницы Дворца спорта «Метеор» в Рыбинске. На повестке четыре комнаты. Старые обои уже убрали, готовят стены под новые. Нам не платят. Есть шутка, что мы волонтеры, мы работаем за еду. Но вообще мы работаем просто за то, чтобы внутри было хорошо и тепло от того, что мы сделали крутое и доброе дело. А вообще стройматериалы нам предоставляет администрация этого места, где мы работаем. Силами волонтеров преображается и детский дом Волжский. Там выбровольцы покрасили пол в спортивном зале, а также обновили стены и потолок в прачечной. На следующей неделе планируют приступить к ремонту в спортивной школе номер один. Ребята проводят косметический ремонт на территории социально-культурных объектов. Каждый раз они выбирают новый город Ярославской области. И по согласованию с администрацией выбираются объекты. К сожалению, последние два года международный аспект из лагеря исчез по объективным причинам. Но мы надеемся, что все-таки он вернется и работа будет продолжаться тоже в смешанном формате. Работа трудовой молодежной бригады «Перспектива» организована в рамках проекта «Социальная активность» национального проекта образования. За 17 лет существования бригады ее волонтеры сделали ремонт в нескольких музеях Мышкина, школах и детских садах Углича, Ростова и Тутаева. Помогали реставрировать храмы и обновляли интерьер в квартирах ветеранов. В Рыбинске же все работы добровольцы планируют завершить до конца августа. И уже будут думать над новыми проектами. Наталья Антонова, Сергей Ватин. День в событиях.